Здравствуйте! Сегодня попробуем кластеризовать респондентов методом двуступенчатого кластерного анализа. Глюч идет о тех же респондентах, которых мы пытались кластеризовать при помощи иерархического кластерного анализа. В частности, рекомендации по этому поводу. А сегодня мы сделаем то же самое, но посредством двухступенчатого кластерного анализа. Нас интересуют снова номинальные и ранговые переменные. Поэтому возьмем в качестве примера две ранговых переменных, с которыми уже не одну операцию мы провели, оценка корреспондентом материального положения его семьи и оценка им жизни, которую он ведет. Пятиранговые шкалы. Пять рангов обычно все-таки недостаточно для того, чтобы считать шкалу псевдоинтервальной, поэтому считаем шкалу категориальной. С этой же шкалой мы проводили операции, иллюстрирующие применение корреспондент-анализа. Какие свойства двухступенчатого кластерного анализа? Этот метод только для кластеризации предназначен. В этом методе заложено несколько принципов, позволяющие кластеризовать как шкалы категориальной, так и интервальной шкалы. Поэтому ограничений у метода очень немного. Есть несколько ограничений, большинство которых, при всем при том, метод достаточно устойчив, что подтверждено эмпирическим путем. И очевидно, что, как и в случае других методов кластеризации, в процессе кластеризации должны формироваться такие кластеры, внутри которых вариация по кластеризующим признакам должна быть сведена к минимуму. Эта идея реализована в двуступенчатом кластерном анализе, пожалуй, наиболее ярком, если сравнивать с иерархическим кластерным анализом. Почему? Потому что первая ступень из двух, собственно, двухступенчатый кластерный анализ, в нем две ступени.